ну вот последовательные интерфейсы сам курс у нас интерфейс периферийных устройств под периферии можно все что угодно понимать все что не внедрено в саму вычислительную систему и с чем ей приходится взаимодействовать если раньше стандартно принималась под периферии какие-нибудь какое-нибудь оборудование типа принтеры модем и сканеры то сегодня в принципе это могут быть и датчики и дисплеи вот чем хороша arduino что не четко видно вот это arduino вычислительная система и вот вся периферия которая есть в виде датчиков экранов там жидкокристаллических может lcd даже экранов все это периферийное устройство и как-то с этим можно связываться есть различные интерфейсы но там естественно немного другие используются хотя тоже arduino очень хорошо поддерживает тот же rs235 вот но там есть понятие такое you art мы тоже это все будем изучать так называем последовательная связь она всегда используется для отладки то есть часто вот как в отладочных целях она используется чтобы вводить какую-то информацию куда-то ну а по 1 2 3 2 считать это все можно очень даже легко вот такой подзаголовок вычислительные системы и последовательные интерфейсы ну вообще принято вычислительные системы по крайней мере сегодня назвать микропроцессорными системами потому что внутри них есть микропроцессор который собственно эти самые вычислительные действия и производит то есть микропроцессорные системы они общаются с внешним миром через как раз таки устройство ввода вывода то есть мы сами по себе микропроцессорную систему заглянуть не можем нам нужны вот эти самые устройства ввода вывода ну то есть даже если вот брать вот сам микропроцессор его пины ножки вот этим ему конечно можем подключиться но это тоже будет устройство ввода вывода ну то есть всякие различные анализаторы сигналов. Иногда устройства ввода-вывода, иногда называют периферийными устройствами. Понятно, что анализатор сигналов периферийным устройством назвать сложно, потому что это, скорее всего, специализированное устройство. Ну, почему бы и нет. Находится на периферии физически, так что вот так. Ну и устройство ввода-вывода, оно состоит, во-первых, из схематики интерфейса. То есть, нужны какие-то, я не знаю, схемы, реализация программного обеспечения, которая реализует вообще весь интерфейс, эти все правила. Мы еще рассмотрим определение. Также схематика для обеспечения функциональности нужна. И точки подключения или разъем порта. Вообще говоря, вот сами эти понятия интерфейс, порт, разъем, они часто вот как синонимы используются. Понятно, что у них, раз они называются по-разному, ну, скорее всего, они и означают что-то разное. Вообще говоря. Так, ну вот микросхемы и электронные компоненты интерфейса, вот то, что схематикой мы назвали, они вообще, говоря, могут располагаться как на плате адаптера, либо в каком-то компоненте чипсета системной платы микропроцессорной системы. То есть это не обязательно материнская плата персонального компьютера, просто вот общее название такая. Системная плата микропроцессорной системы. То есть нужно где-то же разместить микропроцессор, память. Ну, мы микроконтроллеры еще будем рассматривать. Он, вообще говоря, от микропроцессора отличается тем, что у него уже какая-то периферия внутри него есть. И вот понятие периферии внутри микроконтроллера, оно немного не то, что понимается под периферией микропроцессорной системы. То есть в микропроцессорной системе тоже можно рассматривать, допустим, оперативную память как периферийное устройство, но все-таки более общее понимание периферийного устройства это как какие-то пользовательские приспособления. Но если у нас в компоненте чипсета все установлено, то системная плата уже имеет какую-то реализацию, способную взаимодействовать с периферийным устройством, то есть на уровне аппаратуры, на уровне встроенного программного обеспечения. Ну и само устройство тогда, с которым общается микропроцессорная система, оно будет, так сказать, дешевле, проще в реализации. То есть на самом устройстве не нужно никаких микросхем с реализованной логикой держать. Это все есть уже в готовой плате, в данном случае системной. Но с другой стороны, если необходимо сделать какое-то устройство, чтобы оно было более независимым и само как-то решало, как ей быть в тех или иных случаях, то вот в платах адаптера может находиться. Опять же, тут тоже есть некоторое понимание, есть понятие адаптера и контроллера, тоже как-нибудь можно будет рассмотреть. То есть вот если говорить об адаптере и контроллере, то контроллер, он более как раз таки совершенно имеет реализацию, адаптер, он просто приспосабливается к какой-то среде. То есть почему говорят адаптер сетевой? То есть он приспосабливается вот к сетевой среде, в зависимости от того, что используется, там медный кабель или оптоволокно. Но не суть. Я просто тут привел это все. Ну и сделал некоторые такие оговорки насчет того, что здесь написано. Устройства могут подключаться к разъему порта микропроцессорной системы, то есть либо как-нибудь непосредственно, либо с помощью специального кабеля. Ну, непосредственно. То есть там могут уже какие-нибудь слоты на системной плате быть. Либо уже есть что-то встроенное в системную плату и может подключиться с помощью сигнального кабеля. И для передачи данных также можно использовать беспроводной интерфейс, например, Wi-Fi. Вот, кстати, у меня в курсе тут пока нету ничего беспроводного, но тоже хотелось бы дополнить его какими-то беспроводными технологиями. То есть тоже как-никак может относиться к интерфейсу. Ну, вот, собственно, далее определение того, что такое интерфейс. Во-первых, это можно под интерфейсом считать некоторую совокупность правил, каких-то протоколов, средств, которые обеспечивают взаимодействие устройств внутри микропроцессорной системы. Ну, либо взаимодействие микропроцессорной системы с какими-то другими устройствами, внешними, периферийными. Также можно подразумевать под интерфейсом некоторую совокупность унифицированных технических и программных средств, которые используются для сопряжения устройств в очистительной системе или сопряжения между системами. Ну, и самое простое определение – это набор сигналов, которыми обмениваются взаимодействующие устройства и аппаратура, обеспечивающие этот обмен. Вообще говоря, протокол можно понимать как некоторая последовательность сигналов по времени. Ну, это справочная информация, ее привел. Понятно, что абсолютно никакая справочная информация, словарная информация, она не может в точности, безупречно описать то или иное явление, но как-то его, в принципе, затронуть может. Поэтому и к определениям тоже так надо относиться, что, ну, понятно, что вот, раз интерфейс, значит, есть какие-то протоколы, правила, там, технические и программные средства, наборы сигналов, и это все как-то входит в понятие интерфейса. Ну, и какие интерфейсы бывают? Бывают магистральные интерфейсы, то есть интерфейс, к которому могут подключаться одновременно несколько устройств, может использоваться для организации связи между блоками самой системы. Мы, когда различные интерфейсы будем рассматривать, тоже будем подчеркивать этот момент, что какой у нас интерфейс магистральный или, допустим, радиальный. Ну, и радиальный интерфейс – это интерфейс, который предусматривает для каждого устройства свой канал связи отдельный. То есть может использоваться для связи системы с внешними устройствами. Так, ну вот есть отдельное определение протокола. Протокол обмена – это последовательность передачи сигналов во времени. В последовательных интерфейсах, которые мы, собственно, и будем разбирать в различных вычислительных системах, данные передаются бит за битом, по одному проводу, коммуникационному каналу или линии связи. Ну, там может быть некоторая хитрость с организацией линий, и это мы тоже разберем. Ну, это уже такая физическая тонкость, тонкость физического уровня, я бы сказал, реализации. И такая передача используется для связи устройств, ну, имеется в виду последовательная передача, расположенных далеко друг от друга. Альтернативой может служить, конечно, параллельная передача, у которой есть свои недостатки – это стоимость кабеля, то есть проблема синхронизации передаваемых данных. Да, конечно, хорошо, что можно сразу параллельно и быстро передавать множество сигналов, но тут надо гарантировать некоторые такие вот моменты, что и за синхронизацию нужно думать, и за потерю сигналов, то есть что делать, если там какие-нибудь жилки в кабеле оборвутся и так далее. Ну, и стоимость кабеля, понятно, что она тоже будет более дорогой. Последовательная передача также подходит для устройств, которые находятся близко друг к другу. Ну, и сегодня вообще говоря, в обоих случаях, как передача на дальние, так и на близкие расстояния, чаще используется именно последовательная передача, ввиду ряда преимуществ. Ну, первая из которых, естественно, простота и самого протокола передачи. Ну, и опять же, есть у нас, и бывают интерфейсы, вот в промышленности используются, просто кидают там два провода, один для земли, другой для передачи, и этого достаточно. Ну, я так немного слукаял, там не два провода, ну, в принципе, можно и по двум, но если два, то там немного другой принцип, мы эти принципы физически тоже рассмотрим, почему там два, почему три, какие виды сигналов используются и так далее. Потенциальные преимущества последовательной передачи, это простота использования и реализации, надежность обмена данными, доступность оборудования, вот что самое важное, что в основном в оборудовании, ну, в том числе, как я уже упоминал, для отладочных целей, используется вот именно последовательная связь, то есть обычная, это всегда есть. Низкая стоимость кабеля, малый размер соединительных разъемов, ну, понятно, что, допустим, компорт персонального компьютера использует последовательную связь, но назвать его разъем маленьким, ну, это тяжело, потом узнаете почему, то есть там там аж 9 выводов, или 8, допустим, а есть еще там 25 разъем на 25 выводов, как бы, ну, зачем это сделано, сложно сказать, ну, в принципе, достаточно для передачи данных и поменьше кабелей, чем вот, ну, не кабелей, а вот этих вот жилок, чем вот 9 или 25. Так, возможность передачи данных на большие расстояния, это уже было сказано, ну, и вот малое число сигнальных линий упрощает кабельные соединения, этим же добиваются улучшения качества связи, то есть передачи данных на большие расстояния. Самые такие типичные примеры последовательных интерфейсов, этим все не ограничивается, но первый, это вообще прям классика, которую, ну, наверное, должен знать любой специалист по компьютерным наукам, ну, и, естественно, по железу, это RS-232, то есть интерфейс для подключения специального измерительного управляющего оборудования, для подключения периферийного оборудования типа сканеров, принтеров, модемов, раньше использовался вот именно он. Понятно, что его заменил сегодня USB, во многих этих случаях, ну, что касается вот сканеров, сканеров, принтеров, хотя модемы, если не используются, до сих пор там еще последовательная связь, применяется. Ну, а вот, если говорить за измерительное управляющее оборудование, то и RS-232, потому что у него есть некоторые преимущества над USB, ну, например, длина кабеля. То есть USB протянуть на большее расстояние очень тяжело, то есть там качество сигнала теряется очень сильно. Ну, и само, сам кабель будет, конечно же, подороже, чем то, что можно сделать в рамках стандарта RS-232. Следующий это RS-422, RS-485. С точки зрения физической реализации, он по совершенней, чем RS-232. И он уже даже разрешает, позволяет нам создавать компьютерные сети передачи данных в системах промышленной автоматики, то есть соединение контроллеров с обрабатывающими вычислительными системами высокого уровня. Ну, тут я использую вот именно термины, всякие автоматики, там предполагается, что это система обрабатывающая, они так и называются EVM высокого уровня, то есть то, что лежит, стоит выше. Сейчас принято это назвать просто сервером, в том числе, вот если говорить о терминологии интернета вещей, то есть там есть сервер приложений, допустим, на который вся информация поступает. Ну, информация чего может поступать? Ну, допустим, не только же с устройств, там с датчиков каких-нибудь, ну и вот с контроллеров, кстати, которые как-то могут и с датчиками соединяться, и не с одним датчиком, а как-то контролируют. То есть датчики передают на микрокомпьютер, сейчас микрокомпьютер, либо на контроллер. Мы, кстати, эти понятия в рамках вычислительных систем будем еще разбирать. И тот микрокомпьютер или контроллер передает уже системе высокого уровня. Следующий, I2C, это вот больше касается интегральных микросхем. То есть обычно микрокомпьютеры его используют. Может использоваться для передачи конфигурационной и управляющей информации в мониторах, может там в каких-нибудь экранах. Ну, USB. USB еще есть, то есть интерфейс для подключения низкоскоростных и среднескоростных периферийных устройств к шине USB персонального компьютера, там каких-нибудь внешних накопителей, аудио-видеоинтерфейсов, графических планшетов. Там тоже есть разные стандарты, тоже есть вот некоторые такие вот свои преимущества, но и ограничения. Ну, где-то скорость довольно большая, где-то скорость пониже. Вот Ethernet, это тоже последовательная передача. С Ethernet ясно уже тут знакомства многих больше, чем с другими интерфейсами. Все-таки это для организации локальных компьютерных сетей. Пока что он используется, никуда вроде уходить не собирается. Ну, вот MIDI, интерфейс музыкальных инструментов, он тут попал, как пример, вот как раз стоковой петли. Он как таковой сейчас используется редко, то есть его тоже, вообще для многих применений в пользовательских устройствах сейчас используется USB, просто он, как бы это сказать, эмулирует. Ну, да, он эмулирует вот работу, как бы, и компорта, и MIDI иногда может быть, то есть реализация есть. Так, что у нас тут еще есть? Способы... Какой? А, оптоволоконный? Ну, там мы его не будем, он просто светом передает. Ну, в принципе, да, следовательно. Может быть, его можно рассмотреть будет. Кстати, да, хорошая идея. Способы инициирования, обмена данными. Ну, вот между микропроцессорной системой и устройством ввода-вывода, ну, вот, допустим, опрос, когда процессор периодически опрашивает устройство, не нуждается ли оно в отправке или получении данных. То есть, самый простой способ, есть у нас вычислительная система, есть у нас устройство. Вычислительная система, конкретно процессор, постоянно будет опрашивать устройство, не готова ли оно ничего, не готова ли оно там это, отправить какие-нибудь данные. Ну, понятно, если получить данные. То есть, этот механизм называется опросом. Есть программный вот вывод. То есть, процессор извещает устройство, выдавая его адрес на системную машину, адрес, а это когда уже процессор говорит, что да, мы будем производить обмен информацией. А далее, это вот вывод по прерыванию, когда устройство использует механизм прерывания, чтобы известить процессор о том, что ему требуется выполнить обмен данным. Самый такой предпочтительный, наверное, способ, совершенный, когда используется система прерывания, вот она как раз персональных компьютеров используется особо так часто. Ну и прямой доступ к памяти, когда устройство использует контроллер прямого доступа к памяти, чтобы получить управление системными шинами и выполнить прямой, то есть без участия процессора, обмен данными с основной памятью микропроцессорной системы. Ну в каких-то простых случаях чувствительных систем никакого прямого доступа к памяти может не существовать и придется использовать тот или иной механизм, который есть. Ну может быть по прерыванию. По прерыванию это не используется? Второе. Почему можно что-то одно используется? Ну вообще много что используют по прерываниям. Вот эти прерывания, они уже обрабатываются как-то системой. Так, ну это вопросы, они больше касаются материала, который мы рассмотрели. То есть они больше для вас нужны. То есть может тоже свободное время почитать, посмотреть, попробовать ответить. Может поспорить с какими-то из вопросов. Так, ну вот первая часть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...